привет друзья мы продолжаем вам показывать красоты крыма и сейчас мы находимся в гурзуфе гурзуф это такой очень популярный курорт который у всех на слуху мы наверно еще советских фильмов про них фильмов про него знаем грузу славится своими колоритными улочками и дачи чехова вот сейчас мы продолжаем с ребятами фотосъемку мы поменяли платьица и начали снимать на одной из самых популярных улиц гурзуфа это пешеходная улица она такая милая здесь брусчатка старые домики цветочки сейчас мы по ней прогуляемся и сделаем фотографии на этих старинных улочках здорово подойдет такой городской стиль романтический соломенная шляпа может быть там собачка без знаю какая плетеная корзина можно сделать как и фотографии в движении так и стоя и также нам удается здесь найти множество таких мест например вот как вот эта ограда около нее можно сделать поза и сидя и с упором потом мы пойдем дальше там тоже есть нас местечки где посидеть то есть в принципе хоть это и городская съемка но она получается довольно разнообразная ну Продолжение следует... Вот такие чудесные лесенки нам встречаются в многих местах. Сам Гурзуф такой довольно гористый и такой колоритный. Вот на этой лесенке можно постоять, можно также посидеть. На деревьях есть всякие цветочки, красивые такие места. И чуть попозже мы спустимся уже к берегу моря, сделаем, может быть, фотографии в кафешке и пойдем на дачу Чехова. Я говорила, что мы также делаем периодически фотографии в различных кафешках. Вот это кафе мне нравится, оно находится на берегу моря, немножко на возвышении. То есть можно делать фотографии такие, когда на заднем плане в кадре моря, когда вы сидите за столиком, такая красивая в шляпе с чашечкой кофе, а на заднем плане прибой. Вот. Также удобно, что здесь можно сделать позы и сидя, и стоя, и около заборчика с видом на море. Вот. Единственное, что, конечно, лучше выбирать либо раннее утро, когда народу не очень много, нету посетителей, тогда вам... И они вам не будут мешать. Вот. Ребята нас обычно с удовольствием сюда пускают фотографироваться, так что думаю, что вам тоже не откажут. В общем, приходите, экспериментируйте, ну а лучше, конечно, записывайтесь к нам на фотосессии. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы к ним спустимся в кафе прямо на берегу моря. Здесь есть лесенка, по которой ребята у нас спустились и оказались на берегу моря. А мы вот чудным образом вот так вот сверху снимаем, и таким образом у нас получается такая перспективная фотография, то есть видно хорошо море, видны ребята, и практически никто не попадает в кадр. Сейчас мы к ним спустимся, еще продолжим съемку уже и на берегу моря. Мы пришли на дачу Чехова. Компактненькая, очень миленькая. Здесь есть часть такой вот локации природной, зелень и бордюрчик, и вид на море, на скалы. Есть местечко, где можно посниматься непосредственно на берегу, на камнях, среди воды. Когда людей не очень много, это вполне комфортно сделать можно. Работает дача с 10 утра и до 6 вечера. По моему опыту, самое удобное место для съемки – это перед закрытием, даже в момент, когда уже закрылись, и еще можно попросить 5 минуток посниматься. Вот это замечательное место, ради которого мы, собственно, идем на дачу Чехова. Здесь очень симпатичный пляжик. Вот такая вот бухточка с камнями такими живописными, чистая водичка, и практически всегда здесь вот такие вот волны. И вода прям всегда чистая-чистая. Так что мы здесь снимаем классные кадры, сидя на этих камнях. Вот можно делать кадры сверху, например, отсюда тоже можно снимать ребят. Также я люблю, когда ребята спускаются вниз, и мы делаем фотографии тоже снизу, чтобы видна была вот эта вся морская гладь. Давайте пропустим ребят, и потом продолжим. Я еще скажу пару слов. Проходите. Здесь позволяет возможность делать такие кадры вот сверху. Например, вот ребята у нас сейчас стоят внизу на вот этом вот камушке, и мы делаем кадры сверху. Таким образом мы можем сфотографировать вот эту всю красоту, панораму, вот это вот море бурлящее, волны, которые бьются о камни. И они такие стоят и улыбаются. Мы заканчиваем итоги. Мы заканчиваем съемочку в Бурзуфе. Итак, в Бурзуфе, значит, где мы можем посниматься? Мы можем делать прогулочку по улице Бурзуфа, чтобы прогулочка была максимально комфортной, и вам не мешали люди в вашем кадре выбирать ранее утра. То есть, я думаю, что с 7 утра можно хорошо выбирать. Во-первых, нет яркого солнца, но вы не все же сидите. Во-вторых, вам никто не мешает, не попадает в задний план вашего кадра. Потом можно спуститься с центральной набережной недалеко, от нее мы вам показали пафе, где можно сделать кадры и пафе. И также на берегу моря такая прогулка по пляжу. А также в мовильной центре дачи Чехова, который очень красивый пляж. Здесь можно сделать эти классные природные фото. Какие плюсы? Плюс то, что все это сосредоточено в центре курорта, не нужно куда-то сильно далеко ехать. Для тех, кто живет здесь и не хочет длинных поездок во времен, это отличный вариант. Замечательно подойдет вот такой маршрут. Фотографии получаются довольно разнообразными. То есть, тебе и море, и город, и кафешка, и камни. Это очень здорово. Фот платный, если вы не хотите читать, но очень лояльный. 50 рублей, если вы только на пляж идете. И, по-моему, 100 или 50, 100. И 100 рублей, если вы еще хотите купить в музей. Так что можно не только в музей сделать, но еще и в музей. Минусы? Ну, никаких чувств я здесь не знаю. Минусы очень удобные, комфортные. Как сказать, подходят для семейных съемок. Надеюсь, они очень отличные в кадре. Подходят для семейных съемок, для индивидуальных, для парных. Здесь можно красивые сделать санклассные кадры. Единственное, что, если это происходит в тот момент, тогда не при сезоне, здесь не в толпе отдыхают. Так что, вполне вам советую. Для проведения ваших сессий. Пишите нам, записывайтесь, мы едем в этот момент. Покажем вам, где наши любимые места. А если вы хотите, чтобы вы стояли, то можете наоборот нам рассказать. Может быть, вы знаете какие-то еще места, которые мы также можем добавить в нашу сессию. В общем, до новых встреч. Будем снимать для вас новые ролики. Выкладывайте в наших соцсетях и на нашем YouTube-канале. До встречи!